Ну вот, слава Богу, мы в лесу и мы в прямом эфире с моими драгоценными красавицами. Вот это моя любимая племянница, а вон та моя младшенькая, четвертая девочка, что-то она в эфир даже не смотрит, стесняется. Ну а это у меня с Африки приехала, она африкалка, аллилуйя, показываю лес подольский. И это не просто гости к нам приехали, это жена пастора Алексея, моя племянница, которая, они ведут церковь, новый путь. И вот показывая лес, пользуясь возможностью, давайте мы узнаем за ее жизнь. Дело в том, что они в прошлом году, в прошлом году она ведет танцевальную студию, да, и не одну, да, или как она, одна, может быть, называется? Одна, да, но просто там очень много групп и очень много, я с ней поговорил, хореографов. Они в прошлом году выиграли всероссийский конкурс, я так понял, в деноминации уличных танцев, да, в деноминации уличных танцев. Ну, расскажи нам, как ты, ну, как бы сказать, совмещаешь-то все это, потому что она мама, сколько у тебя детей? Трое. Трое ребятишек. И она тоже в инстаграме постоянно, поэтому я рекламирую ее. И она просто расскажет о своей жизни, как она встает, как она их кормит, как она их поет, еще умудряется заниматься танцами и ведет несколько групп, и они еще чемпионы. Вы же еще выиграли там нескольких-то гран-при, да? Да. То есть это где там в регионе, да? Ну, да, по Алтайскому краю. По Алтайскому краю, да, ну, то есть бомбят по полной программе. И администрация города просто, значит, давайте мы всем, всех поприветствуем, помашем, помашем, да. Поэтому, Татьяна, ну, расскажи, а как так получается у тебя и детей воспитывать, и побеждать, и танцы вести? Я так понял, что ты танцами-то ведь раньше не занималась. Ну, с четырех лет занималась танцами. Ну, как бы сама, да, так скажем. Я помню, у меня сестра родная, она, ну, это мама ее. Они тоже пастыри церкви в городе Белово. Просто у нас там как грибы растут в церкви, там еще мама у меня церковь ведет. И я уехал, они сразу размножились. И дело в том, что мама занималась художественной гимнастикой. У них просто с детства классная растяжка. Или, может быть, с детства надо просто поддерживать, да, эту растяжку. И я помню, как ты шпагат беременная делал. И думаю, господи, как же это удается. И вот в конечном итоге, на самом деле, на российском уровне они стали чемпионами. Вот я много говорю, может, тебе есть что сказать народу? Ну, я не знаю, ну, любовь к танцам у меня с четырех лет. То есть началась, то есть мне очень нравилось заниматься танцами. И был период, когда я прекращала заниматься танцами, уходила вообще в другую сторону. Это я имею в виду в детстве. Но все равно, то есть заканчивая школу, я хотела быть хореографом. Я всегда спрашивала, интересовалась, что нужно для того, чтобы стать хореографом, что нужно делать. Вот. И все равно, то есть хореографом это, наверное, была моя мечта стать. Вот. И, ну, как-то потихоньку, помаленьку, то есть уходя в первый раз в декрет, второй раз, третий раз в декрет, то есть это мне не создавало никаких проблем. То есть я все равно занималась тем, чем я занимаюсь, и ни разу, то есть я не сидела дома, то есть я рожала и выходила вместе с детьми на работу. Вот. Ну, потому что это любимое дело, и мне нравится заниматься с детьми, с подростками. Нравится ставить какую-то хореографию новую. Вот. Изучать что-то новое и внедрять что-то в наш маленький городок. Да, но там вы стали известными не только в вашем маленьком городке, да? И там администрация города, она просто просит, чтобы вы участвовали, да, в как-то общественном... Да, ну, у нас просто я имею такую возможность заряжать детей энергией, чтобы они тоже хотели и развивались в танцах, и поэтому они хотят выйти еще более на уровень вместе со мной. То есть они заряжены, они хотят еще больше побеждать, еще больше участвовать в разных городских каких-нибудь конкурсах, и не только городских. Вот. Поэтому как бы у нас такая... тандем такой, который хотим вместе все... С администрацией, да? Да. И сейчас вам строят новую студию, да? Откликнулся один бизнесмен, да? Да. У нас сейчас... Нам сказали, пожалуйста, заезжайте, здесь у нас будьте, мы вам все сделаем, мы готовы сделать вам ремонт, мы готовы сделать все, лишь бы, пожалуйста, вот, заезжайте к нам. И поэтому сейчас вот мы ждем, у нас будет новый филиал, открываемся еще в одном месте, размножаемся, вот, и набираем новую группу. Будем еще дальше. Ну, а сколько у тебя хореографов, которые... Сейчас на данный момент у меня четыре хореографа. Это разные команды, когда-то отдельные уже как бы... Да, это разные команды, это разные возраста, каждый хореограф работает с отдельным возрастом, вот. И сейчас у нас набор идет еще хореографов и детей. Ага, то есть расширяетесь. И сейчас новая студия, и вот хотел спросить еще, вот во время коронавируса, как вы справились вот именно с вашей, ну, как бы, несколько групп, которые нужно везти. То есть вы были в онлайне? Ну, у нас сначала мы неделю посидели дома, потом поняли, что мы не можем сидеть, нам надо заниматься. И мы выходили онлайн сначала какое-то время, потом, когда дали добро выходить на природу, в лес, мы на природе, в лесу тренировались небольшими, то есть, группами. В масках? Нет, без масок. Да, коронавирус никого не коснулся из вашей группы. Слава Богу, потому что, наверное, все-таки ты молилась, чтобы все это происходило, да? Я, кто только вошел, это также жена пастора Алексея, это фамилия у них Серегина. Слава Богу. И, ну, вот, здорово, конечно. И я бы вот еще хотел бы, как бы сказать это, спросить, вот, то есть, вот это будущее, куда вы стремитесь? Вот сейчас вот у вас, ну, вот этот всероссийский, всероссийский конкурс вы выиграли по уличным танцам, потом вот сейчас ты приехала в Тверь, да, специально ездила, там у тебя столько моря дипломов всяких, и как-то вы что-то с Тверью сейчас телефон уже не выдержат, как-то стиль меняете, или у вас много стилей? Ну, вот изучаем что-то новое, наполняемся новым, чтобы быть, как говорится, идти в ногу со временем, чтобы знать новые какие-то фишки, новые знания, обновляем мозг, чтобы не отставать и двигаться дальше. И также вот одна из семей, да, они сейчас постоянно ходят в церковь, и там они участвуют в прославлении, которые именно с группы, да, танцевальной, все же знают, что ты верующая, да? Я про Машу говорю? А, да. Да, да, да. Да, и то есть это у меня, она еще лидер прославления, слава Богу, очень красиво поет, помазанно, благословенно, поэтому универсал, поэтому как вот слово есть такое, я помню, когда из толкованенных языков, да, много-много лет назад такое пришло, думаю, о призвании молился, Господь сказал, будь многим, тебя будут слушать ученики, а поэтому, ну, благодарю Бога, что приветствуем новых участников, но все уже не сможем рассказать, это мы с чемпионом России разговариваем по уличным танцам, аллилуйя, слава Богу, хотя стилей очень много разных, и вот я как бы хотел еще, так, ну, вот так, про это я спросил, про это спросил, ну, наверное, про все спросил, а, да, ну, вот еще хотел сказать, что это моя племянница, и с тобой еще выиграли вот этот всероссийский конкурс, это значит еще моя одна племянница, так, нет, Марина, наверное, она какая-то внучатая у меня племянница, да, это дочь племянницы моей, и Ангелина, это, да, племянница, вот такие, вот у меня вот такая команда, а вот моя дочерка младшая, поэтому, знаете, такой коллектив, который я просто верю, что когда мы вот эти все вещи делали, у нас с тобой тоже много разговоров было, можно ли, нужно ли было заниматься, я просто верю, что апостольское помазание, оно влияет на общество и меняет его, тогда, когда, знаете, не просто мы представляем себя как маргинальные такие, ну, группы, команды, а когда на самом деле в наших руках все спорится, и когда все знают, что мы, будучи верующие люди, мы приносим, ну, в копилку нашего города, нашего региона, вот такие таланты, которые просто, ну, нельзя закапывать, поэтому я всегда стоял за тебя для того, чтобы на самом деле ты танцевала, там, пела, и в конечном итоге входила вот именно в то общество, которому на самом деле нужна была вот эта польза, и раскрывала там таланты, потому что в стенах церкви это, ну, просто бывает очень трудно, ну, как бы сказать, все это привнести, потому что мы только для себя, а сейчас тем более мы говорим много об апостольско-пророческом движении, это именно то движение, которое оно должно выходить за стены церкви и влиять на нашу страну, влиять на наш город, потому что, ну, этих людей, нас поселил Господь среди людей, мы же как космонавты пришли с небес для того, чтобы донести весть от Господа, и Господь дает нам вот такие таланты, инструменты для того, чтобы мы могли донести эту весть в самом чудеснейшем благословенном образе, слава Богу, поэтому я так понял, что ты вдохновляешь, да, людей заниматься, раскрывать свои таланты и, ну, служить таким образом Господу, да, да, ну, помахаем рукой, рукой всем, драгоценные, слава Богу, ну, я рад, что ты приехала к нам в гости, и мы вместе с ней 7 августа полетим в Сибирь, в мой родной город Белово, откуда Татьяна, и там будем служить, там будем служить и прославлять нашего Господа, и ты будешь как раз вести поклонение, да, слава Богу, но остальные танцы мы можем видеть, увидим там в Ютубе, где там, вот и в Инстаграме, везде, поэтому Серегина, Татьяна, забивайте, смотрите, я Ярослав Краснов, а это вот Анна Краснов. Любим вас всех, благословляем, спасибо вам за сердечки, ну, в общем, я вас оставляю, здесь я проверил, договорился с медведями, с волками, чтобы они вас не трогали, если что, забиваете наш адрес и доходите, ну, все, помахаем всем ручкой, слава Богу, благословений, с Богом. Слава Господу, дорогие, это я привел их в лес, у нас такое подольское лесничество, и то, что вот мы сегодня говорили о танцах, Татьяна, она, будучи, ну, женой пастора, лидером прославления в церкви Новый Путь, и вот они такие победы имеют, даже на таком всероссийском масштабе, И вот я, значит, это знаком также лично с группой Божья коровка, мы были в одной церкви в Царицыно, и вот когда, значит, мы спрашивали, задавали такие вопросы, Ну вот, а почему вы так, ну, ну, как бы сказать, не так много времени посвящаете поклонению в церкви, чем, ну, допустим, ну, на ваших концертах? И вот знаете, когда мы с ними разговаривали, они говорят, что нам бывает тесно донести вот именно ту весть и наше творчество просто на уровне поместной церкви, Поэтому, ну, как бы сказать, их слушает вся страна, я не думаю, что у них только ретро и только вот этот камушек в груди, ты туда там не ходи, да? И вот они, очень много свидетельств было, когда они, значит, распространяя свое творчество, пели песни, которые цепляли сердца людей, люди, Просто, ну, как бы сказать, их свидетельства, они принимали спасение и получали исцеление своей души, поэтому драгоценное. Я верю, что апостольское помазание, оно просто выводит нас в мир, выводит за стены церкви, поэтому у церкви две ноги, это нога апостола и нога пророка, Для того, чтобы тело Христово, оно было в этом обществе и было благословением для нашей страны, для нашего города, для нашего региона и для всего мира, драгоценное. Но будьте благословенны, чудесное место, это мой лес, и вот буду, когда переезжать, я, наверное, буду по нему скучать, но я верю, Господь мне даст еще более лучшее место. Люблю вас всех, с Господом!